Здравствуйте! Щелковское телевидение совместно с историко-краеведческим музеем продолжает проект «Я родом из Щелкова», посвященный истории нашего края. Поверьте, наш город достоин того, чтобы вы полюбили его так же, как любим мы. Сегодня героем нашей передачи будет целый городской микрорайон. Территория с особой судьбой и интересной историей. А в моем советском щелковском детстве это была просто военка. Мы садились на семерку и ехали на военку. Как вы догадались, речь о микрорайоне Щелково-7. Ездили мы сюда в магазины, в основном за продуктами. Потому что снабжение военных городков в СССР было на порядок лучше, чем в городе. Продуктовый магазин и сегодня на том же месте. А вот здесь, на втором этаже, была офицерская столовая, в которую можно было зайти любому человеку и вкусно и недорого пообедать. Но рассказ будет совсем не об этом, а о том, чем по-настоящему знаменит бывший военный городок Щелково-7. Недавно на фасаде дома 10 по проспекту 60-летия октября появилась мемориальная доставка. Щелковский клуб краеведов и местный житель Игорь Дегтярев вышли с инициативой увековечить тот факт, что на месте воинской части и жилых домов военного городка раньше был аэродром. Назывался он Набережная. Об этом и местные жители далеко не все знают, а население округа тем более. Историю аэродрома подробно изложил в своей книжке известный краевед Георгий Ровенский. А мы вкратце, поскольку изобразительного ряда военного объекта практически не осталось. Сохранилась трофейная немецкая аэрофотосъемка, на которой видны очертания деревни Набережная и севернее нее огромное поле, на котором и располагался полевой аэродром. Деревня Набережная сегодня, чтобы было понятно, это частные дома вдоль улиц Урожайная и Броварская. Мы встретились с ветераном Великой Отечественной войны и знаменитым щелковским фотографом Рудольфом Плахиным. В середине 30-х годов прошлого века он жил в деревне Набережная и учился в Хомутовской школе. Это здание на улице Широкой, рядом с Покровской церковью, цело до сих пор. Помнит, что прилетели три самолета на разведку и сели прямо на улице, чем немало удивили жителей. А вскоре началось сооружение аэродрома. Аэродром этот я помню с самого детства. Вот на этом нашем поле за деревней Набережная. А это же было колхозное поле. Ну, сразу выравнивали, еще никаких посадок, ничего. Площадку делали, ну, не асфальтированную, а прикатанную, грунтовую. Если мы сравним немецкую аэрофотосъемку с современной спутниковой картой, станет понятно, что прямая и длинная в полтора километра дорога, которая начинается как проспект 60-летия октября и продолжается на закрытой территории войсковой части 26-178, очевидно, и есть бывшая взлетно-посадочная полоса аэродрома Набережная. Между набережной и Байбаками вниз имеется такая впадина, то есть ровно-ровно-ровно и понижение к концу аэродрома. То есть это облегчало подъем, понимаете, самолета. На полевом аэродроме обосновался Щелковский аэроклуб «Оса-Авиахима» – общество содействия обороне авиационному и химическому строительству. В этой всесоюзной добровольной военно-патриотической организации юноши и девушки обучались стрельбе, самообороне, парашютизму, военному или вот летному делу. Была поставлена дисциплина хорошо. Форма у них была, комбинзоны, очки летные, шлем. Ходили даже с троем. Ну, дисциплина была. И они много летали. Летали. Ну, саболеты-то были эти, У-2 назывались такие. Георгий Ровенский публикует в своей книге несколько редких фотографий из архива руководителя аэроклуба Михаила Чернова. На этом фото курсанты и инструктора во главе с Черновым на поле аэродрома. Вдалеке видны школа и колокольня Покровской циркви. Мой дом в деревне был в середине аэродрома. А они делали взлет не к байбакам, а поперек. И по утрам нас будили. А они утром вставали рано, как называли раньше, со скотиной. Чтобы видно из-за того, чтобы им отлетать, а потом на работу поспеть. Курсанты Щелковского аэроклуба тренировались сначала на планерах, потом летали с инструктором на таких же вот двухместных учебных самолетах У-2, в народе кукурузник, и УТ-2. Прыжки с парашюта отрабатывали на парашютной вышке. Осенью и весной, когда грунтовое поле раскисало, не летали, а изучали теорию авиации. Здание, где в Щелкове размещались ОСААВИАХИМ и Аэроклуб, находилось на Советской улице. А до этого в нем был галантерейный магазин Щелковского общества потребителей. Дом не сохранился. Когда началась война, Московский военный округ стал использовать аэродромы ОСААВИАХИМа в интересах противовоздушной обороны, в том числе и аэродром набережной. Здесь стояли самолеты 16-го истребительного полка ПВО, затем формировался 309-й истребительный авиаполк. Летчики охраняли гражданские и военные объекты Москвы, отрабатывали летную подготовку, вылетали отсюда на прикрытие своих войск и штурмовку войск противника. Прилетают самолеты военные, их размещают и порядочно, как сейчас я помню, вот деревня, и их подкатывали к усадьбам, к домам, как можно. А вот тут осенники, где были, там делали такие ниши и маскировали самолеты. То есть готовились к чему-то, понимаете? Видно, чего-то ждали другой команды замаскированной. Это вот я сам лично видел. К чему готовили самолеты, Рудольф Николаевич тогда так и не увидел. Его завод эвакуировали. Но односельчане утверждали, самолеты с аэродрома набережной участвовали в сражениях под Москвой и гнали немцев от столицы. То, что наш аэродром, я со слов, принимал участие в битве за Москву, это я слышал. Но я говорю, сам я не очевидец этого дела. Есть документ, что зимой 41-го года на аэродроме базировался, в частности, батальон аэродромного обслуживания. А в деревне Набережная, по воспоминаниям Рудольфа Плахина, во время войны практически в каждом доме квартировали военные летчики и техники аэродрома. За это хозяев снабжали дровами и керосином. А теперь давайте вернемся к мемориальной доске, открытой в щелкове 7. На ней запечатлен тот факт, что на полевом военном аэродроме базировалась первая учебно-тренировочная авиаэскадрилья 34-го авиаполка 9-й запасной бригады. Кузница летных кадров. Здесь летчики обучались и тренировались. А осваивали они знаменитые штурмовики Ил-2. Главная ударная сила ВВС самолета Ил-2 прибывали сюда с заводов и после обкатки поступали войска. Командовал школой летчиков подполковник Василий Рыбаков. За успешную подготовку кадров для фронта он был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. В наградном листе отмечено, что большинство летчиков отлично стреляют и бомбят, изучают опыт Отечественной войны. Добавим, что несколько сотен щелковских летчиков-штурмовиков прославили свои имена и части на всех фронтах. По мнению Георгия Ровенского, именно с аэродрома Набережная вылетела эскадрилья самолетов Ил-2 с белой надписью «Щелковский штурмовик» на фюзеляжах, построенных на средства трудящихся Щелковского района. Подаренные фронту машины вошли в состав 15-го гвардейского штурмового авиаполка Ленинградского фронта. На них, в частности, воевали герой Советского Союза Николай Светенко, кавалер ордена Александра Невского позже дважды герой Советского Союза Григорий Мыльников, дважды герой Советского Союза Алексей Прохоров. После войны аэродром Набережная еще несколько лет функционировал, но уже не как военный. Здесь, в частности, базировались самолеты гидрометеослужбы Министерства геологии. За это время на аэродроме стали разные организации. ЛИС, летно-испытательная станция, испытывали парашюты, ленточные, чего-то они не прижились. Вот, еще, в общем, да, эти станции были, зонт запускали, самолет его сопровождал. Еще один интересный факт. В 1953 году на базе аэродрома были организованы авиаремонтные мастерские. Будущий завод номер 31 гражданской авиации. АВИА РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ РЕМОНТИРОВАЛИ САМОЛЕТЫ У-2. Они прилетали сюда, им всякие заплатки делали, подремонтировали, и они своим ходом улетали. И из этой фирмы АРМ, авиаремонтной мастерской, вырос 31-й авиазавод. Опытный. По рассказам очевидцев, на поле аэродрома еще некоторое время хранились списанные самолеты, и местные жители снимали с них разные нужные в хозяйстве детали. Вывозить неисправную технику начали в 60-м году, когда на место полевого аэродрома из Болшева перебазировался НИП-14, научно-измерительный пункт связи с космическими объектами. Будущая войсковая часть 26-178. И мы переходим к следующей странице славной истории городка Щелково-7. Продолжение следует... Как мы знаем еще со школы, космос – понятие мирное. Однако управляют мирным космосом люди в погонах. И происходит это со Щелковской земли. Силами и средствами той самой войсковой части 26-178, что базируется в микрорайоне Щелково-7. На гражданском языке это называется 14-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе главного испытательного центра испытания и управления космических средств имени Титова. Таких комплексов в стране более 10. Наш является базовым и самым крупным в системе наземного комплекса управления. Роль ВЧ-26-178 трудно переоценить. Она стояла у истоков отечественной космонавтики, а именно запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. В этот день средства части провели первую боевую измерительную работу, тогда еще на базе 4-го НИИ Минобороны в поселке Болшево. Это событие навсегда вписано в историю части, поскольку именно 4 октября считается датой ее основания. Одновременно это и день космических войск, сегодня входящих в состав Воздушно-космических сил России. Наша славная войсковая часть 26-178 была, есть и будет показной столичной части. Именно на базе части вырабатывалось решение о создании военно-космических сил. С тех пор ни один космический запуск не обходился и не обходится без участия нашего Щелковского измерительного центра ВЧ-26-178. Он обеспечивал первый пилотируемый полет Юрия Гагарина на корабле «Восток». Снимал телеметрическую информацию с борта корабля и поддерживал радиосвязь с космонавтом. На его счету управление полетами луноходов, советско-американская стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон», управление модулями российского орбитального комплекса «Мир». С 2000 года и по сегодняшнее время часть обеспечивает полет Международной космической станции, пилотируемых космических кораблей, их стыковки и перестыковки, выхода космонавтов в открытый космос. То ли в шутку, то ли всерьез те, кто служил в этой части, говорят, что космонавты на орбите только пассажиры, а все управление их полетами осуществляем мы с Земли. Сегодня ВЧ-26-178 осуществляет управление всеми российскими космическими аппаратами, находящимися на орбите. Выполняет космические программы России, решает задачи военного и гражданского назначения. И пользу нашей Щелковской боевой единицы деньгами или успехом не оценить. Это обороноспособность государства. Войсковая часть 26-178 является одной из основных воинских частей, одной из самых крупных при выполнении задач и военного назначения, и задач в целях государственной программы исследования космического пространства. Одновременно она является площадкой для отработки новых образцов техники, поступающих на вооружение космических войск. С каждым годом спутниковая орбитальная группировка увеличивается, появляются новые направления, поэтому роль космических войск только возрастает. Например, отечественная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, которой пользуются все от водителя такси до космонавта на орбите, тоже полностью управляется из Щелково-7. В части служат солдаты-срочники, офицерский состав пополняется молодыми лейтенантами-выпускниками военных вузов. Есть гражданский персонал. Военнослужащие несут боевое дежурство, контролируют, что происходит в мирном космосе. И как все люди в погонах, проходят строевую, учебную, огневую или физическую подготовку. Армия есть армия. Наша космическая часть оснащена самым современным оборудованием, которое постоянно обновляется. Покажем один мощный аппарат. Это квантово-оптическая система САЖЕНЬ-Т. С помощью лазера она с точностью до сантиметра определяет любое изменение положения космических объектов, которые могут быть расположены на высоте до 36 тысяч километров. Уникальность войсковой части 26-178 не только в современной технике, но и в людях, которые здесь в разное время служили. В качестве операторов связи здесь проходили подготовку будущие космонавты – Петр Климук, Борис Волынов, Валентин Терешкова и другие. К слову, первая женщина-космонавт была оператором связи во время полета корабля «Восход-2» и выхода Алексея Леонова в открытый космос. Многим навыки, полученные во время службы, помогли реализоваться и в других сферах деятельности. В «Щелкове-7» служили телеведущий и продюсер Андрей Разбаш, политик Геннадий Семигин. Председателем Совета депутатов «Щелковского района» в середине 90-х был Григорий Преслер. Один из бывших командиров ВЧ-26-178 Александр Попов долгие годы проработал в руководстве «Щелковского района». Вообще многие офицеры части, уйдя в отставку, перешли на работу в наш муниципалитет, поскольку обосновались со своими семьями в «Щелкове». Ведь войсковая часть 26-178 стала еще и основой одного из крупнейших микрорайонов нашего города. Одновременно с переводом в деревню Набережной Воинской части на месте бывшего аэродрома началось строительство жилых домов для военных. Первым в 1961 году был построен вот этот. Сегодня его адрес – проспект 60-летия Октября 12. Потом по соседству построили еще три дома – детский садик. Они так и стоят квадратом вокруг общего дружного двора. Школу номер 10 построили не сразу, и первые годы дети ходили в ту самую, что на улице Широкой, рядом с Покровской церковью. Строительство жилья и соцобъектов активно велось и в 70-х, и в 80-х годах. В частности, 10 многоквартирных домов были построены в период, когда частью командовал Александр Каркачев. Интересно, что в бывшем военном городке всего две улицы, точнее улица и проспект. Название им дали не сразу. Проспекту присвоили имя 60-летия Октября, нетрудно посчитать, что это был 1977 год. А улица носит имя знаменитого маршала Неделина. Теперь он, в соответствии с модными трендами, увековечен в граффити на стене дома 13. Митрофан Иванович Неделин – советский военачальник, герой Великой Отечества. В послевоенные годы главный маршал артиллерии. Неделин внес большой вклад в создание ракетных войск стратегического назначения и был их первым командующим. К Щелкову-7 он имеет самое непосредственное отношение, поскольку космическая войсковая часть 26-178 изначально входила в состав РВСН. С именем Митрофана Неделина также связан и начальный этап советской космонавтики. Маршал погиб 24 октября 1960 года на космодроме Байконур при испытании первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Маршал Неделин Митрофан Иванович – это для нас был путеводной звездой в нашей службе. Это был самый знаменитый командующий ракетными войсками стратегического назначения. И мы под его именем, я тоже был изначально в ракетных войсках, мы знали этого товарища. Это действительно настоящий боевой был маршал, генерал-маршал. И я горжусь, что я живу на улице именно Неделина, маршала Неделина. В начале 21 века военный городок Щелково-7 стал гражданским, войдя в состав города Щелково. Военные освободились от быта, на который уже практически не выделялось финансирование, и сосредоточились на службе. Каждый должен заниматься своим делом. Быт жителей теперь обеспечивает муниципалитет. Хотя надо отметить, что город всегда протягивал части и жителям города руку помощи, и когда он был военным, и когда стал городским микрорайоном. Ну и еще несколько интересных заметок о том, чем прославился бывший военный городок Щелково-7. А это его спортивные достижения. На его когда-то окраине, в здании бывшего профилактория химзавода, в 1999 году было открыто Государственное училище Олимпийского резерва. Оно готовит спортсменов для национальных сборных команд России по велоспорту лыжным гонкам легкой атлетики, дзюдо и триатлона. И уже оправдало свое название. Выпускник училища лыжник Никита Хрюков стал олимпийским чемпионом Ванкувера в 2010 году, а его товарищ Александр Панжинский – серебряным призером. Но чтобы громко заявить о себе на международном спортивном уровне, оказывается, не обязательно быть студентом олимпийцем. Секция дзюдо Щелковской спортшколы начиналась в гаражах на территории Щелково-7. В этом году ее воспитанник Яго Абуладзе стал чемпионом мира среди взрослых, имея немало достижений и в юношеской категории. На Олимпиаде в Токио он оказался в резерве, а возьми его тренера в основу, может, и принес бы медаль в стране. Ну и, конечно, Щелково-7 – это лыжи. В лесополосе рядом с жилым городком находится единственная в районе оборудованная и общедоступная лыжная трасса. Здесь много лет назад обосновалось и отделение лыжных гонок в Щелковской спортшколы Олимпийского резерва, руководит которым тренер Валерий Сергеев. Среди его воспитанников – победители и призеры чемпионатов, кубков мира и России по лыжным гонкам и лыжероллерам, мастера спорта. Конечно, на лыжной трассе в Щелкове-7 проводили свои тренировки и соревнования военнослужащие ВЧ 26-178. А вообще лыжной могут пользоваться все желающие. В настольном теннисе прославил Щелково-7 офицер части Константин Шевкун. 30 лет подряд с 1978 по 2008 годы он был лучшим в Щелковском районе среди взрослых, потом среди ветеранов. Сегодня возглавляет Щелковскую федерацию по этому виду спорта. Вот на такие примечательные факты мы хотели обратить ваше внимание, рассказывая об этом во всех смыслах историческом районе Щелково. Когда бывший военный городок Щелково-7 перешел в муниципальную собственность, ему пытались дать официальное название на гражданский манер – микрорайон западный. Но, как и следовало ожидать, оно не прижилось. Как был он в народе Щелково-7, так и остался. Субтитры создавал DimaTorzok